Иван Питунов в суде. Священник, насмерть сбивший пешехода. Лишен прав. Автомобилисты составляют рейтинг плохих дорог. Назарики и Древлянки борются с источными водами и декабрьской оттепелью. В эфире новости на телеканале Ника+. В студии Александр Гнетнев. Здравствуйте. Священника Ивана Питунова, который насмерть сбил пешехода, лишили водительских прав на один год и три месяца за то, что представитель духовенства покинул место происшествия. Такое решение принял мировой суд Петрозаводска. В то же время административное производство по статье «Управление автомобилем в нетрезвом виде» в отношении священника было прекращено. По словам судьи, этот вопрос будет рассмотрен в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по факту пьяного ДТП со смертельным исходом. Священник Иван Питунов предстал перед законом за первые две аварии, которые он совершил перед тем, как насмерть сбил пешехода. Мировой суд Петрозаводска рассмотрел два административных протокола, составленных по факту управления автомобилем в нетрезвом виде и оставления места ДТП. По словам Питунова, вечером 30 ноября он выпил примерно пол-литра карельского бальзама и утром чувствовал себя хорошо. Своё поведение на дороге он объяснил тем, что очень торопился отвезти ребёнка в школу. По этой же причине решил покинуть место происшествия. Присутствовавший на заседании инспектор ДПС Денис Гущин рассказал, что Питунов явно находился в состоянии алкогольного опьянения. Цитата, «как будто сел за руль сразу же после кабака». Показания алкотестера стали тому подтверждением. В свою очередь, священник заявил, что был абсолютно трезв. При этом он сослался на некое заболевание, благодаря которому его организм выделяет алкоголь и потребовал медицинской экспертизы. Однако суд ходатайство отклонил. За то, что священник покинул место происшествия, его лишили водительских прав на год и три месяца. Производство по факту управления автомобилем в нетрезвом виде суд решил прекратить. В силу пункта 7 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях производства по делу об административных правонарушениях подлежит прекращению в связи с наличием постановления о возбуждении уголовного дела. Расследование уголовного дела продолжается. За ДТП со смертельным исходом Ивану Питунову грозит до 7 лет лишения свободы. Дороги Петрозаводска – это наша боль. Об этом заявили члены общественной организации «Автоклуб Карелия». Автомобилисты по предложению Петросовета составляют рейтинг самых разбитых участков автотрасс. Депутаты подключили общественников к проблеме после того, как стало известно, что в бюджете следующего года не заложено ни копейки на ямочный ремонт в карельской столице. Председатель общественной организации «Автоклуб Карелия» Людмила Ватанина перечисляет проблемные дороги Петрозаводска. Список длинный. Дороги, которым необходим ремонт, по словам представителей автоклуба, есть в каждом микрорайоне. Это просто название улицы, а дороги на ней нет. Это Белинского, Ильича, Котовского, Ульянова, Ладожская, Чехова, Лермонтова, Мончегорская, от Ватигорского шоссе до Щербакова, там она вся разбита. Каменоборская, Короленко – это только Куковка. На перевалке Аланецкая, на Древлянке Лесной проспект, на Ключевой – улица Нахимова. Антицеллюлитная, как дама называют ее. Без стресса, говорят члены автоклуба, по Петрозаводску не проехать. Рейтинг самых плохих дорог предложили составить автомобилистам депутаты Петросовета, чтобы 25 декабря на основании этого рейтинга вносить поправки в бюджет об увеличении статьи расходов на ямочный ремонт. Как пояснил спикер Горсовета Геннадий Боднарчук, в предложенном проекте бюджета на 2016 год администрация города не заложила ни копейки на ямочный ремонт дорог. Думаю, что это будет поддержано депутатским корпусом, именно увеличение денег на ямочный ремонт, потому что ситуация сейчас абсурдная. На следующий год, в 2016 году, администрация города не закладывает ни копейки в этом направлении. Петросовет считает, на ямочный ремонт необходимо заложить 100 миллионов рублей. Депутаты также указали администрации, где можно найти эти средства. Как заявил Геннадий Боднарчук, пополнить бюджет можно, реализуя муниципальное имущество. Сейчас народные корреспонденты выезжают на проблемные участки, делают замеры и составляют рейтинг самых разбитых дорог Петрозаводска. Присоединиться к акции могут все желающие. Свои предложения можно оставлять в приемной Петросовета по адресу проспект Ленина 2, кабинет 401, или в группе Петросовета ВКонтакте в разделе обсуждения. Сточные воды не дают жителям за реки дышать свободно. Сырость и смрад из подвала поднимаются наверх. В квартирах разрастается плесень. Слишком много воды и на древлянке. В микрорайоне в результате декабрьской оттепели затоплена улица. Подробности в дежурном по городу. В этой однокомнатной квартире на Ригачино-20 живет семья из пяти человек. Три года назад пожар забрал их квартиру. В муниципальное жилье погорельцы вселились лишь в прошлом месяце. Новый дом встретил их неприятным сюрпризом. На стенах, потолке и даже стеклопакетах здесь плесень. В квартире стоит терпкий затхлый запах. Этим несвежим воздухом вынуждено дышать двое маленьких детей. Мы с братом спустились в подвал. Посмотрели, там лужи по коленам стоят. И на стенах у нас гостиница находится от них. Все вот эти фекалии, все текет от них. Оказалось, что в подвале открытый канализационный слив. Залитый пол и отвратительный запах – результат поломки канализационной системы. Из стен выходит сломанная сточная труба. Поэтому все отходы выливаются прямиком в подвал. Жители дома уже обращались в ЖКХ, ТСЖ, администрацию и даже прокуратуру. Уже месяц они ждут помощи, пока на их стенах цветет плесень. А на Древлянке-20 из-за отепели растет знаменитая лужа. Ее знает не одно поколение петерзаводчан. Лужа здесь стоит десятилетиями. Вот между наших двух домов постоянно вот такая красивая лужа. Это еще не сильно большая. А так бывает прямо до подъезда. Вода входит в подвал. И начинаются комары и все прочее. Она постоянно засоряется. И никому дела нет. А когда идут ливни и дожди, тут вообще хоть на лодке выплываю. Екатерина Даниловна живет здесь уже 28 лет. И все это время борется с местной достопримечательностью. Обращались мы в мэрию. Водоканал обращались не однажды. Обращались в свою лифтовую компанию. И, в общем, никто ничего не хочет делать. Месяц назад Екатерина Даниловна все-таки добилась внимания. Воду из лужи выкачали. Но по сухой улице люди ходили недолго. Слив забился, а вода вернулась на привычное место. Таким мы увидели Петрозаводск сегодня. А если и вам есть что рассказать, звоните нам по телефону 53-3232. Давайте делать новости вместе. Будущее музея заповедника Кижи обсудили на заседании Координационного совета. В его состав вошли представители научного сообщества, органов власти и общественности. В итоге проект концепции развития музея до 2027 года был одобрен участниками дискуссии. Каким музей Кижи станет через 10 лет, узнал Александр Лычагин. По словам директора музея-заповедника Кижи, основой концепции стал исправленный и дополненный план развития музея, утвержденный в 2008 году, а также план управления объектом культурного наследия 2013 года. В рамках концепции музею предстоит решить целый ряд стратегических задач. В первую очередь это развитие инфраструктуры, обеспечение транспортной доступности и, самое главное, сохранение культурного наследия. Мы надеемся, что до 2020 года будет завершен проект реставрации по Преображенской церкви. Это номер один. Это и внутреннее убранство, и коностас. И здесь принципиально важно, конечно, чтобы этот план мероприятия стабильно финансировался, потому что иначе могут быть какие-то сбои, а дерево ждать не может. Оно требует внимания постоянного тоже, и если реставрация началась, то ее необходимо завершить. Как сообщила Елена Богданова, через 10 лет все находящиеся на острове памятники архитектуры должны быть приведены в порядок и оснащены современными системами безопасности. Ежегодное количество посетителей должно вырасти до 310 тысяч человек. Кроме того, к 2027 году на острове планируют построить фондохранилища, реставрационные мастерские, благоустроенное жилье для сотрудников и обновленный детский музейный центр, а также открыть новые экспозиции и туристические маршруты. Подробный план мероприятий по развитию музея членам Совета предстоит обсудить отдельно. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс». Партия «Справедливая Россия» передала премьеру страны миллион подписей граждан, недовольных взносами на капремонт. Дмитрий Медведев предложил компенсировать 50% взносов на капремонт инвалидам первой и второй групп, а также семьям с детьми-инвалидами. Об этом сразу после выпуска. О новости на сегодня все. В студии работал Александр Гнетнев. До свидания. Стену из коробок с миллионом подписей возмущенных граждан эсеры возводят в фойе Госдумы. Требования «Справедливой России» на пять лет заморозить взносы на капремонт поддержали граждане из 30 регионов страны. Выстроить стену из миллиона петиций перед входом в зал заседаний, видимо, единственный способ достучаться до правящей партии и показать, что довольных законом о капитальном ремонте, который буквально продавила партия большинства, в стране практически нет. Мы будем настаивать на том, что, в принципе, нужно остановить поборы с людей. Я называю вещи своими именами. Это настоящие поборы. И, кстати, по сути, это внеплановый налог, коль скоро эти поборы являются обязательными. То, что закон сырой, подтверждают факты. Так, в Саратовской области отремонтировали 4 дома из 450, в Бурятии 32 из 400, в Омской области 146 домов из 1000 запланированных. Коробки с миллионом подписей СССР лично доставляют Дмитрию Медведеву. Справедливоросы с самого начала были против этого закона. Дело в том, что в 90-е, когда началась приватизация, людям вместе с квартирами передали дырявые крыши, прогнившие подвалы и стены. А теперь за все это жители должны платить из своего кармана. Государство не имело права разрешать приватизацию квартир в многоквартирных домах, не сделало предварительно капитальный ремонт в этом доме, как написано в соответствующей статье закон о приватизации. Много вопросов и к системе общего котла. Людей буквально обязали платить за ремонт чужих домов и ждать своей очереди. Пенсионеры резонно заявляют, платить за лучшую жизнь, до которой они могут и не дожить, не намерены. Справедливоросы уже отправили соответствующий запрос в Конституционный суд. Редактор субтитров А.Семкин